Данный материал скачан бесплатно на сайте openhide.biz А теперь мы поговорим про такую тему, как просмотр поисковой выдачи в разных странах, в разных регионах, в разных городах. Как это сделать в Google и в Яндексе? Объединим сразу две поисковые системы, самые популярные в нашей стране, в одном видеоуроке. Итак, у нас есть поисковой запрос, как же нам посмотреть поисковую выдачу в другой стране. Мы добавляем амперцент и пишем GA равно, и нам нужно указать идентификатор страны. Идентификатор страны у нас определяется стандартом ISO 3166-1, стандартизированные коды стран. Нас интересует первая колонка Альфа-2. Понятно, что я искал, что Россия имеет РУ. Давайте поищем. Вот, Россия. И давайте что-нибудь интересное. Давайте возьмем Руанду. Россия нас не так сейчас будет интересовать, что было наглядно. Добавляем. И мы видим Руанду. Поисковая выдача для страны Руанда. Давайте попробуем Францию. Поисковая выдача в Франции. А также через параметры в URL мы можем управлять языком. Давайте, например, включим американскую выдачу. Вот США. Выдача американская. Но мы хотим получить результаты поиска на французском языке. Для этого мы используем дополнительный параметр HL равно. И, используя тот же стандарт ESO, мы можем найти нужную аббревиатуру и ее использовать. Давайте использовать ту же самую Францию. Хотим посмотреть американскую выдачу на французском языке. Как мы видим, язык у нас теперь французский. Бывают много ситуаций, когда мы хотим посмотреть поисковую выдачу в другой стороне, на другом языке, чтобы картина была более полной. И бывают случаи, когда нам нужно посмотреть поисковую выдачу для конкретного адреса. То есть, Google считывает наш IP-адрес. Google смотрит другие параметры, которые характерны для нашего региона. И подстраивает выдачу поисковую не только под страну, а именно, конкретно под ваш регион. Например, если вы запишите запрос «купить плитку», в Москве поисковая выдача будет одна, в Воронеже поисковая выдача будет другая. Как же настроить поисковую выдачу под другой регион? Я не буду сейчас показывать это на примере, я просто объясню и все. Потому что для того, чтобы это все показать, мне нужно будет включить мое место определения углом. Я не хочу, чтобы сейчас на карте все полили мои передвижения из-под тестировочного аккаунта, потому что я его использую на мобильном и передвигаюсь из региона в регион. Не хочу я полить свои передвижения, поэтому я скину не только URL-странички, где есть коды стран, но и скину информацию. Я использую ссылку на страничку поддержки Google, где написано, как настроить определение местоположения в настройках аккаунта. Вы зайдете в справку, включите определение места расположения. Все, Google считывает ваше место расположения, где вы конкретно сейчас находитесь. Но нам нужно Google подменить свое место расположения на чужое. Как же это сделать? Вы заходите на Google карты и выбираете точку, для которой вы хотите посмотреть поисковую выдачу Google. Смотрите широту и долготу этой точки. Это может быть совершенно любая точка на планете. Дальше идете в настройки. Я показываю на Google Chrome. В других браузерах не знаю, как это делается, но я думаю, что тоже похожий инструмент там есть. Заходите в инструменты дополнительные, инструмент разработчика. Нажимаем сюда. 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 Здесь мы можем переписывать свою локейшн, свое месторасположение. Здесь есть стандартный набор. Мы можем предотвратиться, что мы находимся, предположим, в Мумбаи, Берлине и так далее. Если нам нужно произвольную точку указать, пишем Other. Выбираем. И это она широта, это долгота. Вбили сюда свои значения. Все. У нас браузер будет отправлять в Google широту и долготу. Google будет эти значения считывать. И, соответственно, формировать для вас поисковую выдачу под подмененное месторасположение ваше. Это что касается Google, а что касается Яндекса. Давайте напишем «Купить плитку». У Яндекса есть такой параметр LR. Вот. Есть список возможных значений этого параметра. Предположим, вот, чтобы посмотреть поисковую выдачу в Воронеже, мы вставляем это число и получаем поисковую выдачу в Воронеже. Давайте, предположим, поищем какое-нибудь еще значение. Давайте Саратов. 194, в общем. 194. Поисковая выдача у нас теперь саратовская. Вот таким вот образом мы можем с помощью параметров URL и подмены параметров, которые отправляет браузер в поисковой системе, мы можем управлять региональной поисковой выдачей Google и Яндекса. Спасибо за внимание. Продолжение следует...